добрый времени суток меня зовут александр я все пытаюсь продвинуть тему про шкондина александр кс да такой медали погонял кс значит кс значит смысл в том с этим предложением это на самом деле фейк было интересно насколько люди люди вообще заинтересованы во всем этом движении и ну кто-то что-то повторяет работать ли с нами параллельно пришел к мнению что если работать очень мало и вообще этот конст будут выходить еще десятилетиями к этому всему значит вопросов прослушали все предыдущий ролик там были сюжеты вырезаны из фильма ярослава там где шкондина говорит к ним всякие ну объяснение своего мотора как он работает значит здесь вот три правильные 4 вот этот это фейковый значит что на самом деле имелось в виду смысл зачем я это сделал мне нужен был доступ к маленькому лиманскому я его протестировал причем за моими тестами кроме меня никто не наблюдал странно странно ну ладно дело их не значит у их никогда у каждого свой фронт работ я делаю ваше хорошо значит я же это сделал не как шпион я все сейчас расскажу чему какому мнению я пришел значит принципе вот он этот мотор лиманскому это вот он как он должен работать коллектор здесь 36 ламелей значит он крутится замыкает по одной и там ну-ка как лиманский очень похож единственное что он это макет сейчас все помнят как он кому закоммутируем здесь коротко замкнутые все вокруг с разрывается только током то есть либо север здесь там юг либо наоборот и получается бегущие магнитное поле со мной не как прерывисто там прыгает а постоянно бежит бежит тик 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 вот значит что уж конди нас на самом деле что он имел ввиду короткое замыкание вот она я здесь нарисовал здесь правильно как в патенте все написано это же самое коммутации если посмотреть то я тут подписал под каждым электромагнитом ну как как какие он выдает поля при определенном скажем если здесь когда плюс идет здесь будет с например и вот такая получается то есть магниты стоят а ротор бежит какую сторону в эту сторону но если будут стоять и катушки то статор будет бежать другую сторону значит здесь очень важно почему плюс два магнита вот я сделал по классике то есть нету зеркальных тут ммд а вот как за классик если но сделать так то во первых появится мертвая зона то есть тот момент как вот здесь когда нету контакта вот скажем в таком положении у меня контакта нет то что здесь коллектор сделан не совсем должно должен плавно быть переход и дальше при подобном если будут столько магнитов и столько в коллекторе этих ламелей то при подобное соединение будет тормозиться потому что будет попадать вот вы вот в этом месте скажем здесь плюс то и здесь будет плюс ну вот этот щеточка будет попадать вот сюда и будет вот эта часть тормозить то здесь будет короткое замыкание о чем все все и ни хрена не понимают почему вот эта зона но это а когда скоммутирована нормального плюс два магнита вот это вот этого эффекта не происходит и он нормально работает без всяких коротких замыканий здесь главное в чем предположим если ламели вырежешь да потому нет предположим если ламели и промежутки между ламели одинаковые ширины надо делать ну по-хорошему так будет удобно ли и чтобы либо там с шириной щетки надо будет играться и смысл в чем ширина щетки должна быть ровно пола чуть меньше половины ширины вот этой ламельки то есть предположим здесь сантиметр значит это должна быть 4 миллиметра или четыре с половиной чтобы вот эти фазовые переходы ну не коротились потому что смысл в чем как только вот это сбегает с плюсовой вот это сразу должна набегать на минусовую это есть же ежели ты и получается взрывные моменты получается у нас работает первым делом вот эти две потом потом перепрыгивают вот эти две но все четыре постоянно работают здесь получается как бы магнитное поле при выстреле выглядит ну скажем в какой-то момент вот так выстреливает потом в другой момент когда меняются фазы кроме того что переходы еще существует вот этот такая фигня вот так например выстреливает вот это постоянная какая-то как знаете не знаю как свинец в воде вот такой видеть когда падает весь такой играет что-то такое как желе вот это постоянно бегущая вот вот здесь если смотреть по кругу бегущая волна получается если смотреть вот отсюда на это все бегущая волна вот теперь значит смысл в чем вот это как генератор относительно если сделать 2 ну не особо будет гуд потому что как генератор работать лучше вот эта система лиманский это не мотор это отличный генератор потому что здесь поля у этих подков так то тут грубо говоря она там спрятана но я и дорисую одну из них этого железная подкова на ней намотанной катушки то здесь в лоб в лоб бьется магнит с магнитным полем электромагнита то есть здесь вообще такой бешеный удар но они везде ну вот эти вот а в лиманском в лиманском поле володя изусова он ему он сразу сказал что это это не мотор это генератор правильно молодец май здесь если его используют лиманский как мотор здесь лоб в лоб они бьются вот в этом месте соответственно основное усилие тратится не на то чтобы раскрутить магнит а на то чтобы разорвать как бы этот железный сердечник начал начал намотанной катушки то есть он постоянно тратит энергию при работе на разрыв он пытается сам себя разорвать и вот это весь разрыв идет по контуру и получается что я так понимаю что со временем этот если будет помягче вот этот металл он будет расширяться расширяться пытается постоянно разорвать но если это использовать как генератор то опять же наведенное магнитное поле в этом сердечнике она будет пытаться себя разорвать и вот это как попроще сказать то значит не будет мало будет мешать так по детской скажем мало будет мешать вращению магнита то здесь выходит наружу как бы избыток вот этого не основная сила скажем здесь там 80 процентов а выходит 20 но для пример вот эти 20 они всего нас вымешают движению магнита 80 процентов из 20 но это я к примеру там все по-другому процентные соотношения а здесь наоборот вот здесь 80 она движена мешание работе магнита 20 получается что если вот этот мотор собрать а генератор уже собран то и получается как бы что может возникнуть даже не может быть возникнут избыточная энергия потому что этому мотору вот этот генератор крутить очень легко если сделать наоборот у получится хрень то есть вот это мотор это генератор как мотор вот этот лиманский это ерунда это отличный генератор здесь как бы поле получается но вскользь проходит относительно магнитного поля вот этого народ мой на 103 как-то так понятно как вот пытаясь это реально вообще простыми всякими словами очень тяжело очень тяжелая как как будто очень больше русский язык плохо знали значит сму вот еще раз наш кондины шкондин и лиманский это в принципе одно и то же только уж к лиманского все электромагнит по кругу бегает поле а здесь встреч на бьет в лоб а так это то же самое вот эти каждые кусочки если я их растянул бои замкнул это получился классический лиманский но так как я его каждый раз разорвала замкнул в сторону магнита получился отличнейший мотор и вот они вместе в паре работает офигенно бусова я протестировал этот мотор как но я не хотел на большой частоте потому что частота огромная я сделал поменьше первые было правда интересно что получится коротким замыканием ну ничего не получилось понятно было самого начала что очень получится потому что просто но хуже как многие утверждали меня почему задел я в первый день коми искали что это там что-то тормозить хуже не стало кпд точно такой просто надо увеличивать здесь ампера потребления падают напряжение увеличивать чтобы то же самое кпд был но в целом одно и то же по ватам получается хуже ничего тут короче как не коммутирую одно и то же получается секрет именно вот в этом вот он школьный или манский это одно и то же но по-разному все развернуто то есть соответственно если здесь вот здесь у нас четыре пары соленоидов если сделать 6 3 пары то есть я уже запутался и 6 значит здесь вот этот электромагнит значит один электромагнит две катушки значит два электромагнита это одна пара вот вторая пара если сделал три пары то будет как бы трехфазовый что ли мотор можно сделать и больше вас налепить главный штук пары и магниты обязательно должно быть на два больше нежели вот этих катушек вот вот предположим здесь их 8 магнитов 10 если здесь их будет 12 то магнитов должно быть 14 если вы сделаете 10 магнитов то у вас ничего не получится потому что один магнит уже не будет как бы будет отставать здесь они все работают в такт но из-за того что будет меньше магнитов то тут это надо я так не объясню это надо рисовать и понимать как математически почему это происходит потому что как бы часовых полицов здесь становится много и сдвиги немножко но это мое мое такое объяснение это не вникать надо серьезно просто если человеку вообще не в состоянии не подобное вникать лучше даже не заниматься этим значит дальше при работе еще собирается вот я нарисовал красным и зеленым вот это диодный мост можно собирать обратное эдс то есть когда здесь перед фазовые перед переходы получается когда здесь вот эта катушка мой вот этот эта щетка скажем по окажется вот здесь на вот кстати еще вот на коллекторе вот эта пластина она и промежуток одинаковой ширины то есть например сантиметр и здесь сантиметр а вот это она потоньше вообще можно сделать пару миллиметров ее смысл один только импульс сброса который когда перекоммутируется здесь сток здесь остается небольшая энергия в катушках и она сбрасывается есть надо куда деваться найдет либо в нагрев если вы не сбросите ее либо можно ее в аккумулятор сбросить то есть здесь еще одна щеточный лагали коллекторный узел такой дополнительный да по еще одна по по еще одной ламельки и через диодный мост сбрасывается на аккумулятор но желательно вот это сбрасывать на другой аккумулятор другая который будет заряжать вот этот генератор генератор который будет который бы тот от одного работает этот мотор а на другой сбрасывать но можно и сбрасывать на тот же аккумулятор с которого и работает этот мотор значит и я пробовал на вот на такой системе подключения когда сбрасываешь обратно вот это и ds обратно немножко потребление падает и увеличивается немножко совсем оборот то есть это незначительно ну хорошо но так им импульс хороший такой потому что если сюда напрямую поставить какой-нибудь амперметр или вольтметр слабенький он сгорает моментом импульс очень мощный сколько я до этих попали в этих вольтметров вообще с десятка три на так очень интересно именно вот про это говорил скандин что здесь подключаешь любую нагрузку на работу мотора это не влияет лампочки горят все на халяву то что это халява на самом деле этот тот ток который греет наши катушки если мы не будем его снимать он будет греть но здесь еще есть дополнительная фигня это такая как вот этот конденсатор он тоже делает небольшой он гас если вы не будете снимать ток он будет гасить вот эти колебания и будет тут небольшой резонансный контур заряд разряд разряд заряд и короче колебания такие тоже если не будет надо делать либо это либо это но можно делать и совместно это это если убрать скажем вот этот диодный мост и так и вот эти вот конденсаторы то здесь будут искрить щетки нас благодаря конденсатором искрение пропадают и вот это грубо говоря вот вот этот обратный ток это и есть то что искрит это искрение мы снимаем ты начинаешь снимать искрение пропадает конденсатор тоже помогает в этом случае то есть это это полезно для работы мотора это что касается шкодина значит про лиманской даже знаю уже жестоко на всего наговорено короче лиманский и школьник в принципе это одно и то же посмотреть на коммутации шкодина вот именно то что он имеет ввиду король коротко замкнута почему его не как эти специалисты не поймут потому что если они привыкли что коллектор выглядит вот так но по классике всегда так делают то есть напротив n с вот так да вот это нет этого зеркального магнитного поля и тогда получается что при переходах здесь карат каратыш происходит постоянно как только щетка это сходит это находит на ламере короткое замыкание постоянно постоянно здесь плюсы с плюсами соединяются минусы с минусами поэтому вот только при таком исполнении когда плюс 2 и правильные размеры вот этого коллектора все работает четко тоже здесь как только щетка сходит это только заходит и смысл еще обратите внимание не плюс с плюсом а получается как бы ну по классике все отлично вообще получается по то есть это плюс здесь не мешают они работе тут просто надо двигать я эту фигню приклеил немножко то что на картинке она чуть-чуть сдвинута неправильно ну потому что там схематично здесь более понятно что пока это это должно вот-вот сойти а это вот-вот должна зайти здесь тоже не совсем правильные геометрии тут участвовать правильно а то мы показываем неправильно почему неправильно это же из патента все это вот из патента почему все все правильно здесь просто это надо в голове себе как и тебе точно нарисую точно это надо уже в руках эти щетки держать потому что компьютер видимо так рисует он чуть относительно центра сместил почему-то счет то есть что исследовать да чё все давно известно вот это все про эфир сказки про там и не знаю отрицательный ток про радиант это все конечно красиво ну разговор весь идет об одном и том же о чем-то это некой какой-то субстанции не надо спорить потому что мы ни хрена не знаем откуда берется электричество но пользуемся и и не надо нам знать откуда берется этот эфир и как он работает надо просто им пользоваться и все значит вот это мотор вот это генератор и все заработает вот вы хоть и я не знаю не нагрубить выбирает из великого могучего русского языка до выход там об кричите себя боритесь но это работает сто процентов это уже не фейк хорошо вот это проверено и это проверено вот это стоит в усово и в экс-сити а это стоит уж кондино и у меня дома понимаете смысл этого все показать вообще не вижу то что это одно и то же кто нормально под даже вот и вова изусло если увидит этот ролик он поймет что вот этот мотор относительно вот этого в разы лучше а если у него вот этот показал девяносто два процента то этот сколько покажет здесь в лоб бьются есть так такие удары вообще офигеть и этот потом он может тоже работает как лиманский его хрена становишь вообще хрена становишь если вы этот не могли а у лиманского остановить то этот вообще нереально с нами тоже он как минимум раза в три лучше если не больше но как генератор он он здесь у нас сопротивление меньше поэтому лиманский а этот будет как генератор плохо постоянно бы сопротивляться в лоб все бьется и я даже не знаю вот как то так вот все надо объяснять потому что я так понимаю зрители слушатели там вообще все ну да как назвать сюжет секрет шкондина реальный секрет шкондина это уже реально реально секрет шкондина значит вот они плюс два магнита относительно вот этих домашек если катушек 8 этих как минимум должно быть 10 магнитов и пластин на коллекторе паковые образные электромагниты которые бьют в лоб они скользят с обратной стороны коротко замкнут это вот я показал через конденсатор и короткое замыкание вот по кругу коротко замкнутые обмотки все но здесь еще есть один секретик как бы я сейчас нарисую я не знаю похоже на как иванов что-то рассказывает может быть здесь эффекты это я еще не проверял потому что это надо я перемотать то что у меня намотаны обычно катушки наверху там почитал еще раз нарисовал что там шкондина в потенте значит там смысл в чем значит значит как у меня здесь сделаны значит катушка то есть она намотана скажем по часовой и с этой стороны тоже по часовой значит катушка намотана по часовой если смотреть отсюда а если смотреть отсюда вот это намотана тоже по часовой соответственно когда они параллельно подсоединены здесь скажем плюс здесь минус то здесь скажем юг здесь север здесь наоборот но есть один очень интересный момент значит преподобный под подключение то есть здесь у нас ток есть при работе но я вот в усову правда проверял подсоединял сюда конденсатор все работает все работает но при работе здесь только нет не только напряжение нет значит если это скажем вот намотана вот так на сердечник наш конденску если все развернуть на так этот поставить ну вот здесь магниты бегут и намотать также как я намотал да но подачу только сделать вот как бы изнут изнутри то получится что здесь ток есть напряжение а здесь надо будет коротнуть за видно там на камеру 4 фломастера перестали писать вот это интересный момент вот это значит сердечник на нем намотана катушка которые замкнуты как бы с этой стороны и тоже получается предположим здесь с весен здесь с это вот то что у меня я точно у меня конечно вот так что закоммутировать можно и так смысла я пока не видел пока не вот здесь можно конденсатор поставить сейчас к чему это значит уж кондино в патенте мотать надо если сердечник вот так то мотать надо этот по часовой стрелке а этот против часовой стрелки получается что здесь если продать плюс здесь он мы нам надо сделать другую полярность значит нам надо скоммутировать не здесь замкнуть а вот сюда а вот а минус уже подать как бы вот сюда минус так рисуем здесь меня тогда что получится но зачем такая заморочка когда проще вот так намотать я все думал 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 то ли он вообще какой-то 33 класса образования но не может быть дядька грамотный умный вот она ошибка еще одна намотчика да бабочку дает здесь получается что вот здесь так в этот день у нас соединяется я предположим вот сюда поставил конденсатор большой емкости маленький волтай вольт вольтаж то получается получается что у нас получается так 4 не так места да получается что на самом магните эти же катушки намотаны то есть вот в этой точке магнита ток так только нет как написать то нет буквы n а вот в этой точке катушки сердечник ток есть здесь получается как бы сдвиг частоты возможно как у иванова вот какого кораблик плавает здесь вот какая-то вот фигня я не знаю нормально я тут объяснил и в какую сторону это все должно то ли так то ли может быть вот так надо соединить чтобы я не знаю это надо иванова спрашивать какую сторону надо вот эти вот штуки коммутировать вот иванов и шкондин знает вот она еще вот этот эффект по которой иванов иванов и говорит про которому как которому плавают кораблики он еще дает при бабочку по ходу поэтому должны вращаться именно с соленоиды потому что если они будут стоять вот этот эффект он будет бестолковый то есть магниты стоят соленоид бежит и еще вот этот импульс какой-то непонятный не знаю правильно нормально дать еще раз попытаюсь вот этот момент объяснить про этот я вроде но это классический все и это в принципе тоже классика но так никто не делает то что это неудобно проще намотать 2 одинаковых катушки одеть из-за параллельных вот получится вот так а тут получится одну в одну сторону мотать другую другую что-то какая-то это вообще с точки зрения производства это очень нерентабельно что надо два станка по намотке делать один в левую сторону быть надо другой вправо хотя это бестолковое типа занятия но вот оказывается есть в этом что-то вот еще раз вот это сердечник эта катушка намотана по часовой предположим это против часовой чтобы у нас работала всего как положено коммутация должна быть не вот так соединение вернее катушек вот так а это получается скажем на минус а это на плюс вот здесь вот получается что в этом месте есть просто плюс получается что вот в этом месте катушки сердечника вот в этом только нет потому что это уже нулевая зона эти между между катушками а в этой точке сердечника ток есть уже перемены то плюс то минус вот здесь вот какая-то фигня вот я вот не знаю вот вот это вот эффект вот этот он по идее это ивановский вот тут не вот что-то подталкивает на мысль что это точно ивановский эффект как тот не знаю правильно если вот так сделать куда он будет больше немножко помогать в эту сторону толкать или вот это надо проверять да здесь не совсем сдвиг фаза сдвиг грубо говоря не знаю может быть вот этой стенки блох она бьется по классике старается посередине где-то но он всегда стенка блох посередине здесь может быть что она чуть-чуть смещается и как только происходит какой-то обрыв ну тут ослабление только здесь обрыва то нет может быть если есть на доли секунды то она раз опять на центр раз и вот это вот постоянное подталкивание на центр и она чуть-чуть вот это усилие она все-таки есть присутствует она все-таки и по чуть-чуть подталкивает этот электромагнит как в какую-то сторону ну скажем сюда и скажем сюда и вот он чуть-чуть это при бабочка есть а их много у нас эти все чуть-чуть вырастает чем больше электромагнитов и тем больше вот эти заморочек тем больше это при бабочке который может вырасти ваще в разы но вот этот момент я еще не проверял но есть есть у меня подозрение что здесь что то есть и вот это самое главное мульта ну а остальное все по классике очень интересный мотор очень интересный он такой же даже намного интереснее чем лиманский потому что здесь не просто ползущим магнитное поле как у лиманского да она как бы переменно ползущие даже не знаю как вот так да так красиво переменно ползущие взрывные моменты которые делают и вот эти вот всякие непонятные вибрации здесь от магнитное поле вообще выстреливает вообще непонятными этими параболами рисуночками вот вот как бы все самый интерес значит кому то можно делать сюда конденсаторы ставить это вот получится вот классическая схема можно делать наоборот вот сюда конденсаторы ставить но здесь убирать здесь на на как значит получать вот этот мой мощный мотор этот экономичный на слабый мой здесь надо много вольт давать чтобы они работали одинаково но понятно потому что здесь за параллельная катушка получается здесь его на каждый вход да я вот все думал зачем он сделал потому что можно было по классике еще увеличить то есть грубо говоря вот от этой щетки вот сюда подвести от этой щетки например еще сюда провод подвести здесь также вот этот сюда этот сюда почему он этого не сделал тоже мощность мотора бы увеличился а теперь понял почему то что нельзя нельзя разрывать вот эти две катушки здесь есть какой-то еще эффектик все должно работать вместе ну как бы все наверное больше не значит рассказывать зрители будут перематывать 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 переслушивайте переслушиваю вот надо делала у кого есть конден соединяйте вот так по кругу но и при условии что у вас магнита вот на два больше обязательно два больше относительно количества или катушек всегда пара парами одни пары здесь одни пары как в природе мужчины и женщины пары пары без пар ничего не работает магнитов 2 поля полем здесь все по 2 все чтоб снято тогда мы пока до поймала я стоп снято как сможет от объяснить хорошо да